В эфире новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Расследование продолжается. Следственный комитет России выясняет причины возникновения пожаров в Хасавюрте. Жалобы учтены, недостатки будут устранены. Общественный народный фронт взял на контроль обращение жителей Махачкалы к президенту. С пользой для здоровья и экологии. Сегодня во всем мире отмечают день без автомобиля. В Махачкале любители двухколесного транспорта устроили велопробег. Следственный комитет России взял на контроль расследование пожаров в Хасавюрте. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия в гостинице. В настоящее время эксперты устанавливают причину и очаг возгорания. Напомню, пожар произошел накануне в 4 часа утра, в результате чего два человека погибли и шестеро госпитализированы. Двоих пострадавших с тяжелыми ожогами санавиация республики эвакуировала вертолетом в Махачкалу в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Во всех образовательных учреждениях Каспийска накануне прошли памятные акции. Школьники города почтили память жертв теракта в Перми минутой молчания. Завершилось мероприятие с запуском в небо белых шаров. Вместе с тем в администрации города обсудили порядок действий и мер безопасности по предотвращению подобных инцидентов. Напомню, 20 сентября студент Пермского университета открыл огонь по студентам и преподавателям вуза. 8 человек погибли и около 30 получили ранения различной степени тяжести. Общественный народный фронт взял на контроль обращение жителей Махачкалы к президенту, которые высказали свое недовольство по поводу поликлиники номер 9, а точнее на отсутствие элементарных условий для людей с ограниченными возможностями. Сегодня представители организации проверили, насколько возмущения людей оправданы. Продолжение сюжета Карима Даниева. Сабрина Алиева – активист и эксперт программы «Доступная среда» в Дагестане. Она не понаслышке знает о трудностях людей с ограниченными возможностями в повседневной жизни. Девушка прилагает немало усилий, чтобы исправить ситуацию. Сегодня Сабрина лично выехала по обращению жителей на отсутствие элементов доступной среды в поликлинике номер 9. В целом пандус неплохой, подняться по нему можно, спуститься тоже. Единственное, возможно, будет проблема зимой, потому что нет покрытия. А вот дорога до пандуса, конечно, ямы, и по ним очень тяжело. Без чьей-то помощи не каждый сможет здесь добраться. Обращение жители Махачкалы направили на прямую линию президентов в июне этого года. Они сообщили, что поликлиника частично оборудована элементами доступной среды, и в ней отсутствуют ее важные составляющие. Например, противоскользящее покрытие на ступенях и пандусах. Тактильная дорожка. Отсутствуют таблички со шрифтом Брайля. Во многих медицинских учреждениях мы обеспечили за счет финансирования программы доступная среда, обеспечили доступ и адаптацию входной зоны в лечебное учреждение. И фактически, учитывая то, что все-таки финансовые средства ограничены, и заявленные потребности на сегодняшний день медицинских учреждений в полном объеме нет такой возможности профинансировать. И поэтому все остальные мероприятия в качестве образца мы частично адаптируем лечебное учреждение в рамках программы доступная среда, а все остальные мероприятия уже руководители лечебных учреждений получают в качестве консультативной методической помощи. Изменения уже запланированы и внесены в смету медучреждения. Поликлиника номер 9 города Махачкалы включена в программу по капитальному ремонту на 2022 год. Для инвалидов будут оборудованы новые пандусы, специализированный санузел и другие элементы доступной среды. Мы договорились с коллегами, будет такое обращение к меру города Салмана Хадияву, по поводу асфальтирования. Постараемся, чтобы в 2022 году данная территория была обустроена целыми администрациями города Махачкала. Общественный народный фронт взял ситуацию на свой контроль и будет отслеживать ход выполнения работ. Карим Даниев, Магомед Магометов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские детские площадки признаны небезопасными. Активисты ОНФ в рамках акции «Безопасный двор» обследовали 41 детскую и спортивную площадки в семи городах республики. Среди них не нашли ни одной, соответствующей всем нормам и стандартам. Общественники провели мониторинг в Махачкале, Каспийске, Избирбаши, Дагестанских огнях, Дербенте, Буйнакске и Кизелюрте. На всех площадках отсутствовали паспорта безопасности и информационные щиты, на которых должны содержаться правила эксплуатации, номера телефонов службы спасения и скорой помощи. А на большей части из них нет ограждений. Зато имеются незакрепленные качели, острые углы и непроведененные бетонные основания. В Махачкале благоустроили еще одну общественную территорию. По проспекту Петра Первого завершили строительство сквера. Новую парковую зону осмотрел глава города Салман Дадаев. Он пообщался с жителями двора, поинтересовался у них результатами работы и выслушал пожелания. У нас уже нецел, но руки, наверное, не доходят, потому что очень много работы в городе. У нас вот этот двор сейчас раз, тут такой хороший сквер, это, наверное, продолжаться. Другие дворы все сделаем. Это мы сделаем междваровую ситуацию, ну, междваровый сквер сделаем, чтобы здесь могли как-то, ну, перевезти, скажем так. Это двор сделано, другие сделаны, тут осталось один-два двора. Пятьдесят седьмой тоже в этом году мы делаем большой двор и, соответственно, вот эти два двора у нас остаются. Пятьдесят девятый. Здесь все отлично идет. Хотя я спокойно. Нет, и люди тоже главное. В следующий раз в жена открытие приедет. Ища Аллах, увидимся. Как выяснилось, многие из активистов добровольно вывезли гаражи с этой территории, когда узнали, что мэрия планирует здесь строительство сквера. Как сообщает администрация города, до конца этого года благоустроят еще несколько дворов. Среди них улица Каримова, где уже асфальтируется дорога и строится новый сквер. Фильм о горских евреях. Федеральный телеканал «Культура» провел документальные съемки о жителях Дербента, которые проживают в горах и этнически относятся к еврейской культуре. Автор проекта «Земля людей» Анна Коряковцева. Со своей командой она приехала в Дербент неделю назад. Над фильмом съемочная бригада работала три месяца. Антологию снимают без постановок, специальных кадров и заготовок делится автор проекта. И вот уже в конце этого года прожизнь южных горцев покажут на канале «Россия. Культура». При съемке фильма им помогали местные жители. Очень буду рада, если как можно больше людей обратятся к этой тематике. Потому что этнография – это вообще очень интересно и очень нужно. У меня даже греет такая мысль о том, что если через 100 лет, 150 лет кто-нибудь в архиве найдет наш проект, и для него мы будем той хроникой, как жили сегодня представители народов России, то мне кажется, о, здорово, я не зря тоже внесла свой вклад. В Дагестане с 26 сентября по 3 октября пройдет 8-й международный молодежный религиозный форум. В нем примут участие около 200 молодых людей из разных регионов страны и стран ближнего зарубежья. Организаторами мероприятия выступили Министерство по национальной политике, делам религии Дагестана и религиозные организации республики. В программу включены семинары и круглые столы, спортивные состязания, конкурсы, тренинги и интеллектуальные игры. Во время форума также пройдет конференция по теме международного опыта противодействия терроризму. Задача мероприятия – предоставить молодежи условия совместного интеллектуального и творческого досуга, а также знакомства с практиками других регионов. Что касается этого форума, здесь мы впервые пригласили на полях данного форума, но я говорю об особенностях уже, это Сирийская Арабская Республика и Египта, два религиозных деятеля крупных, у которых будет возможность общения с нашими участниками, которые будут возможны общения с жителями Республики Дагестан. Сегодня во всем мире отмечают день без автомобиля. И в этот день во многих странах автомобилистам, мотоциклистам предлагают отказаться от поездки на машине и воспользоваться велосипедом или пройтись пешком. А в Махачкале любители двухколесного транспорта тоже присоединились к этой акции и устроили дружный марафон. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Увлекательное спортивное мероприятие объединило всех желающих. Без автомобиля сегодня самый маленький, ему 10, и самый взрослый, которому уже 68 лет. Их маршрут начался от парка Ленинского комсомола и завершился на главной площади столицы дружеской беседой. Ну, я ехал с тренировок и увидел то, что очень много людей катаются на велике и просто присоединился. Даже можно сказать, можно даже и пять раз в год это делать, чтобы люди собирались побольше, дружили со всеми. К веломарафону присоединился и городоначальник столицы. По его словам, слишком большое количество машин – проблема не только больших городов. Эта проблема достаточно давно является глобальной. На самом деле, уже доказанная мировая практика, чем больше дорог делаешь, тем больше автомобилей. Потому что им становится комфортнее. И те, кто раньше считали невозможным для себя на автомобиле проехать, они пересаживаются на автомобиле и пытаются проехать по этим дорогам. Даже если двухэтажные дороги сделать, оба этажа будут заняты этими автомобилями. Вот два решения. Заужение дорог, расширение тротуаров и популяризация общественного велосипедного транспорта. Таким способом пробки можно не то, что даже уменьшить, а победить. Мэрии уже разработан план по разгрузке дорог и реализации велосипедной инфраструктуры. Как отметил Салман Дадаев, уже к концу года кататься в Махачкале станет гораздо приятнее и комфортнее. В ближайшее время мы буквально через несколько дней приступим к демонтажным работам в сфере Фазуалиева и в сфере борцовой революции. Потому что у нас в этом году 100-летие республики Дагестан и дань уважения и тем, кто оставил у истоков государственности республики Дагестан, отремонтируем и этот сфер тоже, и знаменитая поэтесса. Ну и, соответственно, это сопряжение площади с улицей Джаладина-Каркмасова. Сделать воздух столицы чище под силу каждому. Достаточно просто оставить машину дома и воспользоваться любым другим способом передвижения. Алина Багилова, Юнуский Техмаев и Дауд Гасанов, телеканал ННТМ Хачкала. В селе Джепель Магарымкенского района состоялось торжественное открытие спортивного поля. Объект построен в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Спортивное сооружение построено на площади 1000 квадратных метров. Футбольное поле выполнено по всем стандартам. Обустроена также прилегающая территория. В торжественном открытии объекта участвовали замминистра сельского хозяйства Зураб Кучаев, глава района Фарид Ахмедов и жители села. Хочу искренне вас поздравить с открытием такого прекрасного объекта, который заложит начало новой спортивной жизни для вашего села. Пусть это поле никогда не пустует. Пусть тут будет целый день слышен смех детей. Пусть дети свой спортивный путь закладывают на таком современном прекрасном поле. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!